Анюша, доброе утро! Мы проснулись и едем на эту вечеринку прямо в Крым! Ой, поворачиваем, очень активно поворачиваем. Это у нас перерывчик такой небольшой между нашими поездками. Саша, ты будешь играться? Он нас хотел испугать, а потом так делал. В общем, мы уже по навигатору через три часика будем в нашем новом доме. Очень интересно, что вообще ждет нас за этим поворотом. Прочитал как-то раз одну такую фразу. Твоя сила всегда скрыта в твоем страхе. И вот наш был страх куда-то из города выезжать, куда-то ехать, что-то делать новое. Но мы взялись и нырнули туда вот с полной грудью. Поэтому вот потом станет известно. А я уверен, вообще будет все классно. Саша, какие у тебя сейчас вообще есть какие-то эмоции, впечатления? Ухажение и благодарность на выходе. Ох, на часах. Не знаю, видно этот пар изо рта. На часах мы заехали домой. Не работает котел. Очень холодно и очень грязно. Поэтому, видимо, придется навести порядочек. Приехали. Тут даже ложки кто-то оставил. Свои ложки, кружки. А вот наши вещи. Даже в курточке приходится ходить чуть-чуть. Но неплохо. Телек есть. Как любит мой друг Афоня. Первый раз мы вышли на улицу. Посмотрим уже, что тут происходит. Деньком. Вот он наш домик. Днем. Красивый. Приятный. Возле домика. Слушай, неплохая речка, да? Да. Но только почему-то грязное. Видимо, дожди тут шли. Вот это наш дом из одной комнаты. Где можно находиться сейчас пока. Условия практически походные. Вот наш завтрак чудесный. Это чашечка цикория. Немножечко урочи и любви. Алина, моего хлеба. Как у тебя саша ощущение в первый раз? В Крыму, в Крыму как? Вот в этом чудесном месте. В Бельбекской долине. Вот остается только сказать, что Бельбекская долина встречает. Это типа проверка. Проверяю там. Малайка. Действительно ли вы хотите сюда переехать? А у нас у Аюши небольшие ванные процедуры. Аюша. Аюш. Ку-ку. Ты потом будешь смотреть, как ты в тазике помещалась. Что там, хорошо в тазике? Да, скажи, вот так я в Крым приехал, а в тазиках теперь купаюсь. Скажи, папа тоже так в селе в тазике купался. Бабушка Надя ведро приносила с теплой водой и поливала. Всем привет, друзья. Сегодня я решил записать небольшое видео, которое касается то, как я готовлюсь к купанию в холодной воде. Честно скажу, что каждый раз, когда я собираюсь там холодный душ принимать. У нас, кстати, речка течет прямо возле дома, где мы сейчас живем. А живем мы сейчас в Крыму, в поселке Зеленое. Короче, вот каждый раз я собираюсь окунуться, и каждый раз я знаю, что, блин, будет очень холодно. А, кстати, вот наши друзья здесь, которые всегда ждут, когда мы им органику какую-то принесем. Вот они. Нужна небольшая вот настройка, как, что я делаю. Закрываю глаза, делаю один такой раунд, наверное, дыхательных упражнений по Вимхофу. Так, глубоко вдыхаю. Так, наверное, раз, может быть, 25-30. И потом внутренние. То есть если у меня есть какое-то сопротивление внутреннее, то я про себя вот так настраиваю свое тело, думаю, так, ты готова, ты готова, ум, ты готов. И просто вот такая внутренняя какая-то настройка у меня идет. Когда сопротивление это внутреннее пропадает, я понимаю, что я готов. Я просто врубаю в холодную воду, либо захожу в реку. Кстати, здесь я буду первый раз сегодня купаться, потому что до этого я этого не делал. Могу называть это просто потоком бодрости. Вот чем угодно, вот это вот окунание в холодную воду, оно дает этот жизненный заряд. Вон кто-то вдалеке ходит, если можно будет потом увеличить. Курточка. А я вот так. Так что, хух, настраиваюсь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот когда в воде прямо нахожусь, я пытаюсь свое дыхание успокоить, очень плавным его сделать, потому что когда дыхание успокаивается, ум успокаивается, перестает меня выталкивать из воды, и я сам начинаю с этими ощущениями внутри находиться, то есть что тело чувствует на коже. Вот сейчас вышел, прямо заряд, заряд, супер бодрости. О, чувствую, как тело начинает тышать, короче, жить, и поэтому, ребята, я всем очень советую. Утро нашего второго дня в Крыму. В доме все еще холодно, прямо очень холодно. Мы живем в одной комнате. У нас есть три обогревателя, которые нам помогают, и пока никак не могут починить колонку, поэтому... Вот Сашуля бедная переживает за то, что происходит. А я тоже, видимо, то, что ей уже надоело третий день в одной комнате. Вот она просит, выпустите меня, пустите меня на танцпол, пустите, пожалуйста, а там закрыто. Вот такая вот история у меня. Ой, Крым. Крым продолжает нас приветствовать. Два часа дня. Шесть соток. Без сахара. Кукурузка. Фасолька белая. Я вот так вот в одежде сиди потихоньку. Обосновываемся. Главное, телевизор есть для Афония. Если он приедет. Третий день живем. Ледышка плавает. Дом превращается в дом потихоньку. Но что-то радости особой-то не привелось. Да? Уже мы вторую перестановку за два дня делаем. Наши книжки. А то не наши. А то не наши книжки. Рекрум, Жорика. Аюша спящий. Ну, короче, пытаемся как-то мы обосноваться, пока средний получается. Потому что холодно. Постоянно холодно. Мы третий день, блин, без котла, в обогревателях, в куртках. С немытыми головами. Я лично пятый день голову не мою. Ну, просто я Рэмбо настоящий. Рэмбо голову не мой. Аюль, ты хочешь пить? Прямо из бутылки, да? Давай, давай. Очень хочу пить. Дайте воды. Ну, похоже на то, что у нас налаживается жизнь. В Гульбекской долине в доме становится тепло. И можно даже, типа, проснуться и не думать о чем-то нехорошем, да? Да. Сашка даже блинчики испекла на завтрак. Сегодня мы на мысе Фиолент. Красота, конечно, невероятная. Тут такие обрывы. Даже страшно немножко ходить по краю. Не ходим, не ходим по краю. Просто страшно. А, я тоже с нами. На мысе Фиолент. Пошел шестой день нашего зимнего марафона. Без батарей. Холла челлендж. Семья Айсмэн. Прибавлялись утеплители. Раз, два, три. Что, нету газа? Да. Сейчас я сделаю. Пряталась в свою комнату, что ли? Саша говорит, я здесь живу. Обогреватели есть. Слушай, а у тебя прилично уже прямо. Слушай, ты уже романтику навела. Шляпу повесила. Все. И вот эту восхезную комнату на втором этаже. Просто с полами и матрасом. Дай тебе кровать только есть. Я чемодан. Мои вещи. У меня чисто. А все остальное, сами разбирайтесь. Саша приготовила очень необычный чай. А если видно, какого он цвета? Фиолетовый чай. Делами занимаемся. Изучаем географию. Фиолетовый чай. Так, это Сашуля у нас готовит нам ужин. Что-то шкорчит в нашем новом доме. В общем, мы потихоньку обживаемся. Даже пошли сегодня погуляли. Чуть-чуть, но у меня села батарейка. Подходит практически к концу нашей первой недели. В этом домишке. Снимали немного домишки в этом. Снимали немного, но потом поделимся. Мы сняли дом в селе Зеленом. Это Бельбекская долина в Крыму. И пробуем здесь немножко обжиться. У нас маленький дворик. Посмотрим, что из этого выйдет. Бельбекская долина в Крыму. Бельбекская долина в Крыму. Вот прошла уже наша неделя пребывания здесь. Начинаешь чувствовать место и природу. Уникальность природы и то, какие состояния она дарит. И это бесценно. Вот, наверное, поэтому мы и здесь. Такой тишины первозданной. Испокойствие уже мало где можно найти сегодня в мире. Продолжение следует...